Казначейские кредиты 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 Из-за того, что для инвестора созданы льготные условия. Это очень простая оценка, но она, по-моему, самая показательная. Да, один рубль получается где-то 4 рубля, 5 рублей, 4-5 рублей дохода. Это очень неплохой удар. Это же факт, да. Поэтому мне кажется, что в этом смысле Дальний Восток берет вот сегодня из всех возможностей, которые есть, берет абсолютно все. Это огромный перечень программ. Это Дальневосточный гектар, Дальневосточная ипотека. Дальневосточный квартал, Дальневосточная концессия, дай бог, войдет. Президентская единая социальная субсидия, благодаря которой 1500 объектов, социальная инфраструктура, школы, спортивные залы, музыкальные школы и так далее, строятся и ремонтируются. Вот уже на сегодняшний день это факт, это не сделано. И более того, программа социально-экономического развития Дальнего Востока продлена теперь в своей деятельности, в своем развитии и обеспечена ресурсным потенциалом. Во время последнего президента поставил задачу активно развивать транспортную инфраструктуру. Он привел даже примеры, напомнил о транспортном коридоре Север-Юг, отдельно сказала о трассе М-12 от Москвы до Казани, и она пойдет еще дальше. Вот мы сейчас видим как раз-таки транспортный коридор Север-Юг, который соединяет фактически Индию с Санкт-Петербургом, если так можно выразиться. И участвуют практически все центральные регионы нашей страны. И Азербайджан играет не последнюю роль в этом коридоре. Все это сейчас уже, в принципе, это же работало в конце 90-х годов. Потом немножко оно схлопнулось ввиду объективных и субъективных факторов. Но сейчас, когда президент говорит о том, что все эти проекты, и М-12, и Север-Юг, должны каким-то образом повлиять на регионы, дать им новый некий толчок. Какой толчок? Каким образом это будет работать? Как регионы будут вовлечены в эти инфраструктурные все вещи? Вы знаете, если взять вот из российской истории пример, то строительство Транссибирской железной дороги, просто прокладка трассы ее, создало условия для взрывного роста экономики Сибири. В конце 19-го века, начале 20-го. В этом смысле транспорт, это всегда вот та инфраструктура, вокруг которой начинает развиваться экономическая деятельность людей. И в результате, безусловно, чем большими транспортными артериями ты владеешь, чем больше их у тебя на территории... Да, и начинает развиваться энергия людей, предпринимательство, и в этом отношении, конечно, транспорт – это ключевой элемент. Когда мы говорим вот о вчерашних тезисах президента, связанных вот с продлением М-12 уже до Иркутска, дальше и до Владивостока, это будет трансконтинентальная дорога, которая позволит за счет примыкания к ней различных местных дорог, региональных и так далее, позволит увеличить емкость рынков. А с другой стороны, одновременно здесь же восточный коридор, здесь же Транссиб. Увеличение производительных мощностей этих транспортных артерий позволит России, во-первых, увереннее сориентироваться в восточном направлении, что сегодня активно происходит. И с другой стороны, создаст серьезные перспективы для того, чтобы Россия действительно стала мировой, лидирующей мировой транзитной державой. В этом смысле коридор Север-Юг, как возможное ответвление от Северного морского пути с непосредственным выходом через бассейны Каспийского моря и в Индийский океан и контакт вплоть до Индии, это, конечно, не фантастика. Это реальный проект, который сегодня нуждается в развитии. Нужны дноуглубительные работы по руслу Волги, нужны соответствующие постройки соответствующих сооружений и так далее. Это вполне реально, и президент об этом вчера сказал. Ну, говорил президент и про расширение программы специалитета. Это тоже очень важная тема на сегодняшний день, особенно в год преподавателей и наставников, как говорится. Почему, на ваш взгляд, это необходимо сейчас? И какие специальности нужны Дальнему Востоку сейчас? Вы знаете, программы специалитета, которые традиционными являются для российской практики, это хорошо адаптировано и перестроено под национальные наши образцы. Немецкая система преподавания, это в 19 веке произошло. И она нам понятна. Да, и с тех пор это одна российская высшая школа стала одной из ведущих в мировом, что называется, сообществе высших школ. Система, которая вот балонская, так называемая, да, со степенями образования и так далее, она сыграла не ту роль, которую от нее ждали. Во-первых, ну, например, если мы возьмем среднее количество учебных часов в рамках специалитета 5 лет, то студент работает 10 тысяч часов, а если в рамках бакалавриата 8 тысяч. И в этом смысле для выпускника бакалавриата, ну, не факт, что он обязательно попадет в аспирантуру, чтобы доработать, в магистратуру, чтобы доработать там вот эти оставшиеся часы. То есть фактически уровень профессиональной подготовки снизился. Второй момент, который связан вот с несовершенством балонской системы, нам же, когда ее вводили, было обещано то, что наши дипломы будут конвертируемы на Западе в разных других образовательных системах. Этого не произошло. У балонской системы есть еще один минус, который, ну, не очень очевиден для тех, кто глубоко вот в эту отрасль деятельности не погружен. Для того, чтобы совершенствовать собственную квалификацию, ну, например, там, защищать диссертации кандидата доктора наук, для того, чтобы отчитываться о своей работе, любой преподаватель высшей школы вплоть до сего времени обязан иметь публикации в так называемых реферируемых журналах или в зарубежных журналах. И в этом отношении происходила очень неправильная вещь, против которой мы, в общем, довольно часто выступали, но, к сожалению, не были услышаны, благо сегодня, наверное, это будет изменено, когда вот самые-самые, вот с передового края российской науки новости, научные достижения мы были вынуждены опубликовать, прежде всего, там, в Европе, например, в Соединенных Штатах и так далее. Вот, это такой наш был интеллектуальный подарок. Вот, и в этом смысле, когда мы это отдавали туда, то актуальность публикации научной здесь, в стране, она терялась. И в этом отношении мы передали очень много, ну, что называется, научной информации абсолютно безвозмездно. А эта информация должна работать на обучение наших студентов, на подготовку наших ученых. Ну, и, безусловно, нельзя не сказать о том, что баллонская система, как таковая, она ослабила потенциал такого мощнейшего инструмента, как аспирантура. Россия, ну, сам через это проходил. Аспирантура – это специальная программа подготовки, которую имели возможность получить немногие. Вот, и в этом смысле, это специальная программа, которая позволяла не только получить искомую степень, да, но овладеть теми методами, формами научного познания, которые требуются в современном мире от современного ученого. И в этом смысле, то, что президент обратил внимание на это, это, безусловно, принципиально важный шаг в судьбе дальнейшего российского высшего образования. Спасибо, Анатолий Иванович. На наш вопрос отвечал от сенатора Анатолий Широков. Анатолий Иванович.